В поселке Беркакет Нерюнгринского района открыли первый в России центр технической поддержки белорусской компании БелАЗ. Он соответствует всем международным стандартам и оснащен современным оборудованием. На торжественном открытии центра побывали наши корреспонденты. Общая площадь сервисного центра составляет 1400 квадратных метров. Здесь разместился административно-бытовой комплекс и производственная площадка. Отличительной особенностью нового центра является постоянное наличие широкого спектра номенклатуры оригинальных запасных частей БелАЗ. На базе центра созданы 6 мобильных рабочих бригад, где будет работать порядка 50 высококвалифицированных специалистов. Каждая бригада экипирована необходимым оборудованием и инструментом для выполнения ремонта любой сложности. Сегодняшний центр нам нужен еще и для того, чтобы мы здесь имели хорошую заработную плату, чтобы в этом центре работали высококвалифицированные люди, инженеры с большой группой, рабочие, которые будут помогать нашим производственникам в технической поддержке, техническому служению, наладке автомобилей. Генеральный директор открытого акционерного общества БелАЗ Петр Пархомчик отметил, что создание центра технической поддержки в Южной Якутии позволит не просто продавать технику ведущим промышленным предприятиям района. Полный капитальный ремонт всех узлов и агрегатов – это очень серьезный передел, включающий не только сборку и переработку каких-то узлов, но это вопросы, связанные с механической обработкой. Мы считаем, что через Водика-2 мы еще громче, наверное, и знаково отметим то событие, которое происходит сегодня на этой земле. Качественный и своевременный ремонт в будущем помогут без ущерба для производства восстанавливать рабочую технику. Специалисты уверены, что наличие подобного центра в районе позволит также повысить показатели добычи угля в целом. Тем более в планах у руководителей будущего сервисного центра стоит создание мобильных групп, которые смогут выезжать и производить ремонт непосредственно по месту.